Вторая глава книги пророка Аввакума И говорит о конце и не обманет И хотя бы и замедлила, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается Так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен И собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя залогами Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя И не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы За пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте И тем обезопасить себя от руки несчастья Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им Горе, строящему город на крови и созидающему крепости неправдою Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мутят себя напрасно Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей И делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его Ты присытился стыдом вместо славы Пей же и ты, и показывай срамоту Обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою Ибо злодейство твое наливание брушится на тебя за истребление устрашенных животных За пролитие крови человеческой, за упустошение страны, города и всех живущих в нем Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя Хотя воятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение Горе тому, кто говорит дереву, встань и бессловесному камню пробудись Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет А Господь во святом храме своем Да молчит вся земля перед лицом его